Должен ли Уголовный кодекс учитывать мнение психологов о том, что морально-психологическое взросление у новых поколений наступает все позже и позже? Одна минута. Ну, Уголовный кодекс или авторы уголовной политики, проводимой в стране, они должны учитывать все. И одна из причин, побудивших депутатов внести или ставить вопрос о внесении изменений в УК, это, конечно, ужасающая криминальная ситуация в стране. Это всплеск преступности несовершеннолетних. Другой фактор, который учитывается, это, конечно же, фактор того, что уголовная политика должна решать задачи как краткосрочные, так и долгосрочные. В долгосрочном плане, я с вами согласен, Лариса, что эти меры уголовной репрессии, они не приведут, так сказать, к кардинальным изменениям, но это просто необходимая мера, которая сейчас целесообразно применить на перспективу. Что касается, скажем, взросления и психологических факторов, то здесь, наоборот, факторы показывают, что нынешняя молодежь в силу информационных потоков взрослеет гораздо раньше. Второй вопрос Юрию Скуратову. Скажите, пожалуйста, Юрий Ильич, какова статистика повторного совершения преступления, отсидевшим в колонии для несовершеннолетних? В народе же считается, что если человек попал вот в такую колонию, то, собственно говоря, его сделают преступником настоящим, к сожалению, с большой буквой «П». Минута. Ну, вопрос о неэффективности нашей системы, уголовно-исполнительной системы, он общеизвестен, и вот в этом утверждении есть большая доля истины. Но, повторяю, что задача уголовной юстиции – это не только профилактировать, не только исправлять, но и карать. Это карательная функция – изолировать от общества с тем, чтобы исключить совершение этим человеком новых преступлений. Поэтому, значит, эту функцию должно выполнять. Что касается рецидива среди несовершеннолетних, то он достаточно высок, я сейчас не помню цифры, но даже превышает общий рецидив взрослой преступности. Если позволите, дополнительный маленький вопрос, может быть, вы обладаете какой-то информацией по поводу, вот сколько в 2012 году, может быть, последнее время, вы сказали, что идет рост преступности среди несовершеннолетних. Какие-то цифры есть у вас? Ну, цифры по преступлениям особой тяжести порядка 10-12% увеличилась доля преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Это достаточно большое число. И в связи с чем это связано, как вы считаете? Это связано со многими факторами. Прежде всего, с развалом системы социальной профилактики, с общим ростом беднадзорности. У нас порядка трех миллионов беднадзорных детей, с общей криминализацией общества. Понятно. Да, и многими другими. Спасибо большое. Юрий Ильич, скажите, пожалуйста, отцы за детей отвечают, должны ли родители нести уголовную ответственность за преступления своих детей? Одна минута. Ну, уголовная ответственность персонифицирована у нас в стране, поэтому они не должны. Но другие виды ответственности, безусловно. И одна из причин, побудивших депутатов рассмотреть вопрос, как я уже сказал, о снижении возраста, как раз является бездействие семьи, отсутствие такого важного воспитательного эффекта, который может оказать только семья. Поэтому родители должны более жестко привлекаться к разным видам ответственности, скажем, материальной ответственности, социальной в широком смысле этого слова. Спасибо большое. Не обязательно к уголовной. Спасибо большое. Не уголовной, безусловно.